Обязательно смотрите ролик до конца и вы узнаете, сколько это стоит на самом деле. Вы просто охренеете. Всем привет, всем привет, меня зовут Костя Павлов. Давно не было классической проверки рекламы. Вот как раньше, заказываешь что-нибудь через сайт, который скорее всего оказывается классическим разводным. И проверяешь это. И вот настал тот самый день. Как вы видите, сайт действительно оказался разводным. Типа сегодня цена 1290 рублей. И если честно, так каждый день написано на нем. Но вы даже представить не можете, насколько этот сайт разводной. Скоро вам все расскажу. Итак, тут нам предлагают дверную подсветку с логотипом вашего авто. В итоге я выбрал подсветку с лого Мерседеса. Тем более, давно хотел покататься на Мерсе. А тут как раз мне понадобится машина для проверки. Пока я открываю коробку, расскажу вам, в чем этот сайт оказался еще более разводным, чем есть на самом деле. Помните цену? 1290 рублей. Так вот, это первый обман. Вот эта коробка нам обошлась 5800 рублей. Сейчас я вам расскажу, почему. Потому что они не могут, как они сказали, прислать нам только вот эту вот дверную подсветку. Могут прислать только, если добавят в эту коробку еще какие-то там предметы, связанные с машиной. Там что-то около пяти. Давно заказывали, прям вот совсем точно не помню. Итак, что мы имеем? Собственно говоря, сама подсветка. А, их две. Что это? Светодиодный ниппель для велосипеда. Нахрен он вообще нужен? А, типа держатель для телефона, я так понимаю, магнитный. А, ну и собственно говоря, вот, это на каждую дверцу по подсветке. Блин. Все? А, нет, нет, еще не все. Что это все на китайском вообще? А, нет. Покрытие обеспечивает стойку, долговременную защиту. А, ну это типа жидкое стекло, которое мы уже проверяли. Реально прям вообще выглядит даже так же. Которое мы уже проверяли, которое вообще никак не работает. Сейчас вы видите картинку с того видео. Итак, чтоб вот, чтоб вы видели, что я вас не обманываю. Вот, смотрите, во сколько нам все это обошлось. 5677 рублей плюс доставка. Итого 5800 рублей. Чего? То есть даже это входит в доставку. Вот смотрите, тут написано. Нанопленка цифра 2. Вот она. Это нам пришло в доставке. Нанопленка цифра 2. Это чтобы что? Это типа, наверное, чтоб от камер можешь скрывать. То есть у тебя в машине обязательно должна быть цифра 2, чтобы ты смог ее от камеры скрыть. Ой, капец. Жидкое стекло. Да, жидкое стекло. Вот оно есть. Дверьная подсветка. Да, да, есть. Это есть, это есть. Автодержатель Magnetic Air. Есть. Ниппель. Два штуки. Есть. Все. Все, что они, в принципе, нам обещали, они все прислали. Но, честно, это как сдец какой развод. Просто 6 тысяч отдать вот за это. Это как сдец какой развод. Вот просто люди. Ну, вот это меня больше всего убивает. Нанопленка цифра 2. Итак, ладно, давайте посмотрим. Вот честно вам скажу, за 1290 рублей я бы даже бы не возмущался. Ну, это как бы типа норм цена была бы. Но за 6 тысяч вот это вот, это просто люди. Это как сдец как дорого. Это просто, это такой развод. Ну, хотя бы здесь написано, что это логотип Mercedes. Тот, который как раз таки мы и заказывали. Теперь давайте попробуем понять, как это работает вообще. Ага, я понял, как это работает. То есть, это просто двойной скотч, блин. То есть, машины там, Mercedes у тебя стоит несколько миллионов, да? И ты будешь вот это прилеплять, блин. Что вот это такое? Это железки какие-то, блин. А, и нам еще нужны батарейки. Ох, конечно, как это все. Ё-моё, люди. Какая-то все китайщина. Прям вот китайщина, китайщина. Аж прям вот до невозможности китайщина. Так, ну что ж. Нам осталось найти, наверное, только Mercedes. Для того, чтобы проверить освещение для Mercedes, мне нужен, собственно говоря, Mercedes. Пока что я купить себе такую машину не могу. Но хорошо, что у меня есть друзья, у которых я могу одолжить авто на некоторое время. Что я, в общем-то, и сделал. Вот она, малышка, на которой мы будем тестировать наше освещение. Уже вангую вопросы в комментариях, типа, а сколько стоит, а что это за модель? Отвечаю сразу. Это Mercedes S450. 2017 года выпуска. Сколько они стоят, я точно сказать не могу, но думаю, что где-то в районе 3-5 миллионов. Ну, короче, не дешево. А новую так и вообще запредельно. Порядка 10 миллионов рублей в такой комплектации. По мне, так проще взять тачку не с нуля, а 3-4-годичную. Пока готовился к съемкам, смотрел разные варианты ради интереса на Авито. Например, куча вариантов по адекватной цене. Причем тачки в отличном состоянии, если рассматривать авто, у которых, ну, не больше двух владельцев и менее 40 тысяч километров пробега. И желательно младше 4-х лет. Получается, что можно сэкономить приличную сумму, а в качестве ничего не потерять. Ну, только, конечно, если вы не фанат истории «переплачу», но зато с нуля. Если интересно, ссылки на почти новые Мерседесы на Авито я оставлю в описании. И главное, не забудьте свой регион выставить. Ну, а мы пошли проверять освещение. Теоретически эта проверка может закончиться тем, что, ну, это просто все не работает и все. И деньги 6 тысяч рублей выкинуты просто на ветер. Итак, подрубаем, включаем. Просто я уже вижу. Это очень тупо. Давайте сейчас выключим свет. Ну что, ребята, вы готовы это увидеть? Это самое тупое, что я мог, честно, предположить. Давайте, смотрите. Чпок. Ниссан, блин! Ниссан, Константин! Вы же заказывали Ниссан! Нафига я Мерседес брал, скажите мне, пожалуйста, а? Нафига? Капец! А вот это? Ну да, здесь все Ниссан. Мне кажется, я права и лучше светить. Да, вот, кстати, вот это лучше светить. Я вам не могу этого показать, но это такая горячая стала. Очень горячая. К сожалению, я вам никак это не могу показать, доказать, но вот эта батарейка просто очень горячая стала. Настолько горячая, что аж даже вот через вот эту вот пластиковую штуку я это пальцем чувствовал. Она прям очень-очень горячая, клянусь вам. Так, давайте проверим на всякий случай другие. А вдруг все-таки где-то есть Мерседес? Вдруг, знаете, они там бонусом нам положили Ниссанчик? О! Да, да ладно! Мы нашли Мерсед... Все... То есть, подождите, эти как бы типа бонусом что ли пошли? Я не понял. Так, это Мерседес. Хм! А может мы зря гнали-то, а? Вон Мерседес нашли. Давайте другую проверим. Да! Супер! Так, вот это два Мерседеса. Тогда я не понял, зачем они нам Ниссаны положили? Я не понимаю логику этих людей. Но положили бы все Мерседесы. Ну, как типа запасные, я не знаю. Господи, здесь вообще Порше. Вы это видите? Так. Итак, нашли мы Мерседеса. Вот они, два штуки. Их, в общем-то, тогда и будем проверять. Ну, не понимаю, зачем нам в комплекте положили еще Ниссаны, блин, и Порше. Ну, это как-то глупо-тупо. Так, это Мерседес? Да, это Мерседес. И это Мерседес. В общем-то, их давайте и проверим. Это вообще нереально сделать. То есть, я честно, я не могу понять, куда здесь вообще клеить-то это все. Ну, давайте будем пробовать. Типа вот так вот, что ли, получается. Я вам поясню ситуацию. Клеишь к двери вот эту штуковину, да? А вот эту вот, ну, типа магнитик, надо вот как-то вот сюда расположить. И когда они, типа, совмещаются, то она, во, она, видите, она начинает гореть. Опа, горит. Не горит. Поняли, да, суть? Но как здесь это сделать, это просто нереально. Я просто представил, что человек, который купил себе Мерседес, блин, занимается такой ерундой. Вот серьезно. Представляете, да, такой? Я купил себе Мерседес. У меня не оказалось подсветки Мерседесовской. Дорогущей. Да-ка я куплю себе дешевенькую и буду вот этой фигней заниматься. О, е. Приклеиваем, получается, где-то вот так вот, что ли. Да, и как мы видим, часть освещается вот здесь. То есть, ну, блин. Ну, ладно, фиг с ним. Пускай так будет. Так, приклеили. Так, ну, вроде бы угадали. Теперь вот нужно как-то вот с магнитиком угадать. Где-то вот тут сюда вот получается. Да, он сработал. Слушайте. У нас получилось. Что, нам теперь осталось только дождаться темноты и все проверить? Всем, кто досмотрел ролик до этого момента, хочу вам сказать, что я нашел эту штуковину всего за 198 рублей. Вы представляете? Вот прям копия. Один в один. Все-все. Даже те же самые наклейки. Все то же самое, но можно намного больше выбрать всяких разных логотипов. Это просто. То есть, вот эти бы четыре штуки нам обошлись бы в 700 рублей. А мы заплатили 6 тысяч. Просто капец какой-то люди. И самое главное, нам бы доставили то, что мы выбрали. Нам бы не пришлось вот кучу вот этого вот говна еще набирать. И выбор здесь, кстати, очень большой. Нам бы наверняка не присылали там всякие Nissan и Porsche. Просто капец, такое разводило его. Вообще просто. Ну что ж, самое интересное. Мы дождались темноты. И теперь смотрим, как это выглядит в темноте. Ну, в общем-то, как я и говорил, пол двери съедает этот знак. А здесь реально вообще никак по-другому не сделать. Так, открываем заднюю. Ну, заднюю, ну, в принципе, так же. Идемте сюда. Смотрим. Здесь у нас Porsche. Ну, почти целая, кстати. Смотрите. И самое офигенное. Открываем Mercedes. Прикиньте, такой Nissan, блин. Ну, вот так вот, в принципе, если издалека посмотреть, то смотрится понтово, кстати. Да, реально клевенько смотрится. В общем, вы сами все видели. Установка этого прибора такая средне-легкая. Работает он, в принципе, удовлетворительно. Но в плане того, что это полный развод, вы тоже уже убедились. Потому что вам придется покупать там на 6 тысяч всего-всего-всего. Хотя, какое всего там, буквально какие-то еще пару штучек добавили. Все это первое и второе. Что-то можно найти за 190 рублей. И, в общем-то, нормально с этим жить. За 190 рублей я бы просто бы вписался кипятком и говорил, типа, какая охрененная штучка. Ну, а с вами был Костя Павлов, который все проверяет на себе. Всем пока.